Девушки отдыхают Мы на канале Обитатель Руин и сегодня мы приехали в музей авиационной техники Вадима Задорожного. Погнали! Музей находится в городе Медынь, почти в 200 километрах от Москвы. В 2012 году самолеты, гниющие на Ходынке, хотели утилизировать, но музей договорился с Министерством обороны и стальные птицы были перевезены в Калужскую область. Сейчас многие экспонаты отреставрированы, другие еще восстанавливаются. Уникальность экспозиции заключается в многообразии моделей самолетов, защищающих нашу родину в период с 50-х по 90-е года. И можно наглядно увидеть развитие и совершенство авиатехники. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но тем, кому интересно сюда приехать, вход стоит 500 рублей, а экскурсия еще плюс 1000. Истребитель. Да, видишь, у них даже крылья складываются, чтобы удобнее было. Там вертолеты. Сейчас тоже к ним подойдем, посмотрим. А так эта территория вся музея. Сколько? 500 гектар? 50-50 гектар. А, 50-50 гектар, это как-то слишком много. На всей территории вот такие военные дела располагаются. Там дальше будут какие-то ангары, тоже посмотрим, что там. Вот. А пока смотрим все вот эти прекрасные самолетики. Вот этот синий. Ага. На которых, когда парад идет, они так летают. Флаг рисуют. Так вот смотришь, думаешь, да, какой-то, ну, истребитель, истребитель, а так живую, как этот. Охренеть, здоровый. Ой, какой тут снег. Я аж прям полностью проваливаюсь. Нифигра. Вот. А двигателя нет? Двигателя нету. А это вот люки, чтобы смотреть, что происходит там сбоку, внизу. Ну, там уже даже ничего не видно. А тут вот тоже интересные какие-то проводочки. Ну, конечно, при входе просят ничего не трогать, потому что все-таки все эти самолеты, я не знаю, пытаются как-то восстановить. И чтобы просто еще больше не было никаких повреждений, просят не прикасаться, тем более ничего не ломать. Поэтому мы относимся к этому всему с большим уважением и ничего особо не трогаем. Да и вообще, в принципе, ничего не трогаем. Ты фильм-то смотрела этот? Как он там? Курсант или что? Балканский? Тут должны были стоять двигатели. В двух дырках, да? А это так не понятно, да? Так, не знаю. А как он летать будет, если двигатель не будет, которые делают друг-друг? Друг-друг. Да, и просто насквозь такие две трубища. Все активные круги двигаются. Вверх, закрыт. Такой тонкий механизм, а он еще и поворачивается. Смотри, видишь, да, вот он крыло крепится? Да. Толщины-то почти. Только лопасти от турбины? Первый, ну, который нагнетает воздух. Ага. Раскручивается потом. На самом деле, такой прям огромный механизм был в свое время. Металл, видишь, как и температура цвет поменял? Да. Синим стал. Есть такое. Вертолет вроде не разворовали. Вот этот вертолет был военным. У него помещались... Четыре ракеты или три? Ну, там, мне кажется, зависит от кассет. От кассет? Четыре крепления точно есть. Четыре реветы и четыре крепления под ракетные установки. Вообще огромный такой еще вот тут второй стоит. И вроде даже двигатели у них внутри. То есть никто не успел ничего разворовать. Что круто. И вот как лопасти. Я просто, мне кажется, никогда такого не видела вживую. Сейчас подойду, покажу вам, что в кабине. Если это будет видно. Тут есть дырочка, он сиденье пилота. Тут сидел второй. И вот они вдвоем управляли. Здесь, скорее всего, кто постреляет. Угу. А сзади пилот управлял. О! Вот так. Вот так видно. Так, мы уже приехали на самый аэродром. Нам сказали ехать за машиной. Сейчас мы это собираемся сделать, если преодолеем все эти сугробы. Вот. Очень это все необычно и прикольно для наших времен. Что действительно кто-то взял и собрал такой музей. Сейчас будем двигаться за машиной. Которая нам покажет еще какие-то прикольные военные постройки. Там он въезд. Нас подвезли к ангару. Тут стоит военная техника. Сейчас тоже будем ходить, смотреть, изучать. Этих даже под крышей откровенно держат. Видимо, это какой-то раритет. Действительно. Это пожарная машина. Какой-то не необычный вид. Все закрыты. Внутрь заходить тоже нельзя. Ну как? Можем. Так. И поснимаем. Чего? Фломбироваться. 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 Ага. Не открывали ни двери, ни ничего, ни капот. Ну видимо, специально. Куда-то он уехал. Можем. Вот это мужчина. Ну что, угоняем в советскую технику. Это что у нас? Кухня полевая. Вот эта вот штука. Скорее всего. Ага. Прицепчик такой. Это просто какие-то грузовые зил. Это не знаю, что такое. Я, честно, газ не сильно разбираюсь в такой вот военной технике. Но когда узнала про этот музей, прям очень захотелось сюда приехать. И, в принципе, продемонстрировать вам, как захотев. Действительно можно из чего-то заброшенного сделать что-то красивое, важное, нужное для людей. Вот. Хоть это и достаточно далеко от Москвы. Почти три часа ехать. Но это просто безумные какие-то впечатления. Фонарик надо было взять. Да. Вау. Там даже мотоциклы. Пушки. А, это американцы. Такие в Индиане Джонсе присутствуют. Вот тоже в один прекрасный день такие машины попали к нам в Россию. И их не разобрали, не выкинули. А привезли сюда. Поставили в музей. Возможно, просто финансирования не хватает ребятам. Хотя... Ну, ангар-то построили. Ангар, да. У них и территория большая. То есть они все это оплачивают. Поэтому, скорее всего, не все так плохо, как кажется. Вау. Это прям какие-то, не знаю, шестидесятые. Если не раньше. Это отреставрированный молодцы. Ага. И краска, мне кажется, новая, да? Они, наверное, ездят на параде. Вот, US-6. Тут и. Это Америка. Ага. А вот BMW. Немножечко у них тут... Три места. Просто кто-то у нас большой любитель BMW. Катался бы на таком? Ну, а что, нет? Ну, вообще, он стильный, реально. Красивый такой. Как раньше делал. Сейчас же вот этот... На ручке. Ага. Не, на ручке он и сейчас. На ручке послешь отсюда. Они отсюда сейчас делают. Вот можно ставить, видишь, вот. Коляски, да, да, да. Интересно. Вот уже какая-то... Америка, наверное? ММЗ. А, нет, ну... Не знаю, что такое ММЗ. Надо будет потом посмотреть в интернете. Что такое? Что такое? Альбин? 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 Это не Гитлер. Они хотели от этого имени отойти и сделали новый бренд. Ауди. Чтобы не было... Такого трактора была где-то хорошо зарекомендовавшая себя конструкция американского пропашного трактора Формов. Это вот тракторы, ребята. Да, переработали и... Ну, они тоже, видишь... Ой-ёй... Чуть не снесла его. А, говорю, свежим тоже свежепокрашенные. Вот у них колеса, я думаю, им тоже как-то переделали. Вряд ли они были изначально в таком состоянии. Да, топливо. 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 Санобработка. Производство автобусов и грузовиков. Ткань грузовая, военная. Тоже машина. Огромные все такие. Чтоб уж точно везде могли проехать. У него как будто глазки, ротик. Такой смешной. Пойдем в следующий ангар. Танки. Такой маленький. Какое у него это... Как это называется? Пушка. Ага. Слушай, а вот эти штуки для чего? Это если гусеницова рвется, это заменяется. А, замена. Ага. 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 Удобненько. Тоже, видимо, какой-то... 6 тонн. 6 тонн. Да. Мощность 100 лошадей. Максимальная скорость от 5 метров в час. Глот плюс 4. Мне кажется, для того времени это ОГОГО. 6. 5 км в час. Смотри, как там руль стоит. Руль стоит не к полу, а как бы сверху. это прицеп американский и с на варнированный на сейчас в америке совсем другая техника это тоже скорее всего ну да это то же самое хауфтрек вес 9 тонн мощность 150 лошадей максимум скорость 72 экипаж три человека всего три человека на такую машину водитель пассажиры еще и добро советский союз это кстати о 500 лошадей нормально нормально скорее всего логика такая все что такое зеленоватая светлая это наши ну кроме там это исключение американских а все что такое серая темная это германия видимо такие цвета были его я военное время выбраны поэтому решили чтить традиции и оставить такими какие они есть кстати на похоже недавно куда-то ездил мне недавно там да и блин я уверена что они на ходу сто процентов чем не быть на ходу тракторе чик такой мухи пусечка тоже глазки ротик тоже немецкий это уже такая более современная техника но ее сильно не рассмотреть потому что почти все накрыто вот тканью какой-то либо снегом поэтому смысла особого нету поедем дальше итак наша экскурсия продолжается теперь мы едем в какую-то деревню вообще говорят что тут снимался какой-то фильм скорее всего военный угол но я пока не знаю точно какой обязательно мы чуть не упустили за ангаром в котором мы только что вы такой вот огромный самолёт какие-то еще тоже маленькие вертолёте кирмен на это тип вот эти маленькие самолеты которые над москвой летают внутри крылья тоже немецкий немецкий лировщик скорее всего это а вот смотри видимо у него такое снаряжение было ракета бомба что это надо было нажимать что поворачивать рвал на себя и пошел фигеть ну и что ли горел то ли его покрасить непонятно краска облил думаешь да кресло для катапультирования в которых пилоты сидели да и вылетаешь интересно пойдем детальки там какие-то есть части каких-то тоже оставшихся самолетов я чуть-чуть я же ничего не трогаю от российского по моему вообще огромный самолет это же вон внизу могли лежать и смотреть что происходит внизу на земле то зад огромный просто огромный так сюда в домах не заходи ну понятно полов нету воздишь может и чтоб не поранились на так вон на мосту можете сфоткаться возле домиков ваше дело конечно опять же смотрите на перила на мосту не опирайтесь они на на пике ну что же нас привезли в такую кино деревню типа тут снимался какой-то военный фильм честно пока я не знаю даже какой я постараюсь его посмотреть перед тем как выложить собственно все это в youtube и нам обещали сегодня тоже показать трейлер видимо где-то в каком-то одном ангаре который тут есть поэтому сегодня мы уже точно узнаем что это был за фильм что у него там за трейлер что тут происходило и вообще про какие действия идет речь в этом фильме что там происходило принципе деревня выглядит достаточно реалистично что ли как будто не знаем мы приехали в какую-то тверскую область да где таких вот мертвых деревень пруд пруди но как нам уже сказали внутри делать нечего нету ни пола не там особых каких-то стен то есть просто декорации по сути сказать что декорации достаточно качественные потому что выглядит все очень-очень даже реально вообще меня очень радует то что действительно хоть и такая огромная территория на ней есть все таки что посмотреть то есть и сами самолеты и танки и какие-то вертолетики какие-то детали и вот мертвая деревня и сейчас нам покажут какой-то трейлер то есть в принципе это прям приключение можно сказать на достаточно долгое время тем более если вы возьмете еще экскурсию это не реклама но это может быть реально очень интересно вот поэтому я очень довольна что мы все-таки сюда доехали и приехали потому что было очень много сомнений но все-таки как-то все получилось вот но это уже такие прям развалины развалины конечно и вот началась такая более-менее современная эта техника который как видите накрыта снегом так что я очень рада нашего поездки думают все есть в и в в в в Присаживайтесь. Через три месяца вы все уйдете на фаронг. Итак, мы только что посмотрели трейлер. Ну и в принципе стало ясно, что сюда стоит все-таки приезжать некой весной, летом. Потому что тогда лучше вообще понятно, где он снимался и какую технику в принципе использовали. Потому что было очень много использовано танков, которые стоят тут в ангарах. Ну и видимо в других фильмах их тоже собираются, либо использовали раньше. А так я хотела вам еще рассказать про вот эти все самолетики, к которым мы вернулись уже их подснять. Раньше все они стояли на Хадынском аэродроме, который был закрыт в 2003 году. И в принципе гнил, его разворовывали. Как вы видели, на самолетах есть граффити, то есть приходили какие-то мародеры, сдирали с этих самолетов много чего. И также это произошло и с Су-27. В принципе его более-менее восстановили, его полностью заново покрасили. Но все равно в нем нету сидушки пилота, которую сейчас пытаются активно найти. Нету ни рычагов, ни руля, ничего. То есть все мародеры взяли и выдрали под корень. Честно, я не очень понимаю, зачем так делать. Типа как сувенир унести домой, ну блин, это как-то странно. Можно все-таки купить просто какую-нибудь маленькую модельку в детском магазине и сидеть счастливым с этой моделькой. Вот, а так желаю на самом деле успехов больших этому музею. Очень все круто и классно выглядит. Вот так вот люди могут на самом деле начать какое-то восстановление. И это очень круто. Ну что же, на этом видео подходит к концу. Если вам оно понравилось, ставьте палец вверх, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok